Иисус, услышав это, сказал Ему, не бойся, только веруй. И спасена будет. Иисус сказал эти слова папе, чья дочь только что умерла. Ему сказали об этом. Наверное, мужчина или женщина, кто бы он ни был, человек, услышав такую новость, сжимается весь. Ему плохо, расстраивается. Иисус повернулся к нему, и Он говорит, не бойся, только веруй. Давайте скажем эти слова, не бойся, только веруй. Скажи кому-нибудь рядышком, не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Я хочу говорить с вами сегодня о вере. Евреям 11 глава. Давайте откроем вместе с вами с 1 стиха, и мы будем читать те слова, которые здесь написаны. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Давайте переступим несколько стихов и будем читать 6 стиха. А без веры угодить Богу невозможно. Скажи, невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Слышите, две вещи, которые необходимы для того, чтобы мы получили что-нибудь от Бога. Верить, во-первых, в то, что Он есть. И, во-вторых, верить в то, что если мы ищем Его, Он ответит. Он воздаст. Он не промолчит. Он не спрячет лица своего. Он отзовется, и Он даст ответ. Не всегда это так, как мы представляем себе. Но никогда, никогда не может быть, чтобы Бог не слышал нас. Он слышит, Он знает, Он понимает. Ищущим Его Он воздает. Я хочу с вами сегодня вместе заглянуть в саму суть веры. В первом стихе апостол говорит о том, что вера есть уверенность в невидимом. И второе определение здесь же в этом стихе – осуществление ожидаемого. Я начну с конца этого стиха. Уверенность в невидимом. То есть, другими словами, если я вижу, если я вижу вас, мне не нужна вера. Это факт. Это констатация факта. Я в церкви среди моих родных братьев и сестер. Мы сегодня слушаем Слово Божие. Здесь не нужна никакая вера, потому что я вижу вас, вы видите меня. Но если вы скажете мне, что там, за стенами нашей аудитории, что-то происходит, то мне нужна вера. Поверить вам или не поверить? Вера – это уверенность. Давайте скажем, это уверенность. Это уверенность. Вера – это не сомнение. Может быть, да, а может быть, нет. Может быть, он меня слышит, а может быть, давным-давно не слышит. Может быть, Бог есть, а может быть, Бога нет, не знаю, умру, увижу. Поздно тогда. Может быть, он ответит, а может быть, не ответит. Это не вера, это сомнение, это неуверенность. Писание говорит, что вера есть уверенность в невидимом. И если ты уверен в Боге, и если ты уверен, что Он слышит тебя, и если ты уверен, что Он готов ответить тебе, и если ты уверен, что Он любит тебя, что ты для Него не чужой, недалекий, не просто человек, который там один из толпы, из семи миллиардов, но Он знает тебя по имени, и ты можешь иметь отношение с Ним. Если ты уверен в этом, то после этого мы можем посмотреть, что здесь сказано. Здесь сказано, оно или она, вера, есть осуществление ожидаемого. Осуществление – это глагол. Осуществление описывает определенные действия. Вера есть действие. Когда я ожидаю что-то получить, я не ожидаю пассивно, но я ожидаю активно. Я что-то делаю, чтобы то, во что я верю, чтобы это произошло в моей жизни. Друзья, я хочу вместе с вами посмотреть на тех людей, которые здесь упомянуты в 11 главе, чтобы понять глубже, что такое вера. И каждый раз, когда мы будем вместе с вами видеть человека и его поступок, его действия, мы попробуем вместе с вами дать определение, что именно в жизни этого человека было его верою. Перед тем, как мы начнем, я хочу сказать о том, что, помните, без веры невозможно вообще угодить Богу. Без веры мы приходим в церковь и уходим, какими пришли, такими и ушли. Вера – это не чувство просто, ой, я чувствую что-то, это, наверное, вера. Нет, вера – это больше, чем чувство. Вера – это внутренние знания, знания сердца, знания, которые захватывают тебя целиком, и разум, и естество твое. Ты уверен, ты просто уверен в этом. И когда ты уверен, ты начинаешь делать то, во что ты веришь. Друзья, первое определение, которое я хочу предложить всем нам, которое будет общее для всех примеров, которые мы успеем сегодня посмотреть. Следующее определение – вера – это действие по откровению. Я бы сказал три слова здесь – действие по откровению, действие по слову и действие просто в послушании. Еще раз, вера – это действие. Вера – это то, когда ты предпринимаешь определенные усилия и что-то делаешь. Ты можешь делать это, потому что ты получил откровение, потому что ты уверен в этом. Ты можешь это делать, потому что ты прочитал это в Слове, и ты можешь это делать, потому что ты просто послушен, послушен тому, что ты слышишь, и ты избрал действовать. Итак, вера – это действие. Я хочу посмотреть с вами вместе на первого человека, его звали Авель. Писание говорит в 4 стихе, «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и получил свидетельство». «Верою Авель принес жертву». Что такое вера? В случае с Авелем это была жертва. Это было его действие, направленное к Богу, его поклонение Богу. Жертва всегда связана с почтением и поклонением. Но здесь ключевое слово, чтобы понять, что такое вера, это слово «лучшую», «жертву лучшую». Потому что его родной брат Каин принес также жертву. Но что-то было не так с Каином, потому что жертву Каина Бог не принял. И он очень сильно огорчился из-за этого, до того, что убил своего брата Авеля из-за огорчения, из-за зависти. Но Писание говорит о том, что у Авеля была лучшая жертва. Я могу представить себе, когда они выбирали, что пожертвовать, то Каин, по всей видимости, принес что-то, что ему особо не было важным или ценным. Принес что есть. Он не выделил, что это лучшее будет. Возможно, было что-то намного лучшее, чем то, что он дал Богу. Так как он был земледелец, то я могу представить себе, что он пошел на поле, и он выбирал то, что дать Богу. И он подумал, да, дам вот это. Оно и так не особо хорошее. Да, обычное все, дам вот это. Там были лучшие виды растений, которые выросли, лучшие плоды. Он подумал, как я лучшие отдам. Я оставлю себе. Как же я Богу отдам, а мне что останется? И он принес просто обычное, то, что ему казалось, да пойдет, сойдет. Бог отверг это. Когда мы читаем об Авеле, то я могу представить себе, Авель был человеком, который занимался с животными. И он пришел. И каждый фермер очень хорошо это понимает, что есть лучшие, такие, знаете, животные, здоровые, крепкие, которые они, их прямо хранят, отделяют, чтобы потомство было здоровым. Если хиленький, слабенький, то и потомство будет хиленькое, будут болеть, умрут. Поэтому фермер всегда лучше отделяет для себя, чтобы хранить. Но это не было с Авелем. Авель посмотрел, и он сказал, я не знаю, что будет в моем будущем, но я доверяю свое будущее Богу. Я свой бизнес доверяю Господу. Я его так сильно люблю. Я так сильно хочу почтить его, что я отдам ему лучшее. Вот то, что я отделил для себя, я отдам ему лучшее. А то, что останется, пусть Бог поможет мне. Я доверяю, Он поможет мне. С тем, что у меня останется. И Бог принял эту жертву. Я хочу спросить у вас, друзья. В эти дни, как никогда раньше, мы с женой молимся, с пасторами, о том, что вы пришли новые работники на Ниву Божию. И мы в разуме перебираем, я днем и ночью с этим живу, перебираем имена людей. Может этот человек, может этот человек, может этот человек, а может этот человек, а может ты, а может ты придешь и займешь место. Нам нужно отправить новую команду миссионеров в Украину. Нам нужно отправить, чтобы в другом городе насадить церковь. И есть несколько мест, где Дух Божий просто поднимает огонь ревности в сердце моем. И я готов сделать что-то, но я хочу знать, кто, кто этот человек, который готов идти. Вы знаете, там есть удивительная история. Иисус однажды рассказывает, Он говорит, что там притчу рассказал, и в этой притче человек зовет всех на пир. Все приготовлено, столы накрыты, все готово. Придите и обедайте вместе с нами. Все готово. И вот когда слуги пошли звать людей, они встретили одного человека, который сказал, конечно, классно, просто, на пир, конечно, приду. Только не сейчас. Почему? Да потому что сейчас я землю купил, и мне нужно обрабатывать землю. И они пошли дальше. Пойдем с нами. Все готово. Все накрыто. Все готово. Пойдем. Пойдем, пойдем. Только не сейчас. Почему? Да я женился только что. И что? Ну как что? Я должен быть женой? Ты же знаешь, куда я пойду? На пир. Хорошо. Они иду дальше. Пойдем, пойдем. А ты что? А я вала приобрел. Вала. Надо обкатать вала. Понимаешь? То есть я занят сейчас. Хорошо. Иду дальше. А ты? А у меня старики дома. Я не могу идти. Хорошо. Они пошли, 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 пришли. Пустое место. Пустое место. Что сказал Иисус? Он сказал, пойдите по изгородям. Пойдите по окраинам и соберите всех. Возьмите всех. Ревность в сердце моем поднимается. Я думаю, нет же ничего плохого в том, что кто-то купил автомобиль, кто-то делает ремонт, кто-то женится, замуж выходит. Все это нормально. Кто-то там, значит, имеет какие-то другие нужды, нету денег, не хватает чего-то. Это жизнь. Это нормально. Но знаете, апостол Павел был тем человеком, который сказал, что когда Господь позвал меня, я не стал советоваться с плотью и кровью. Слышите меня или нет? Он сказал, я не стал советоваться с плотью и кровью. То есть я все, что для меня было преимуществом. Я сказал, это мусор. Мусор. Все мое образование. Все мои достоинства. Он был человеком Синедриона. Весь мой статус. И все мое положение в обществе. И все, что я имею к своим 30 годам. Все, что бы не было внутри меня и в жизни моей. Мои достоинства. Иисус круче всего. Он меня зовет. Я все это бросаю как мусор. И я иду за Ним. И Он усмотрит все. Это не так важно. Сегодня тот же призыв звучит каждому из вас. Помните, что такое вера. Вера. Когда ты делаешь шаг веры. Вне зависимости от того, будет ли у тебя обеспечение. Тебе пообещали должность какую-то или нет. Тебе пообещали какие-то лавры или нет. Ты не торгуешься. Ты не пытаешься у Бога выманить для себя что-то. Ты когда понимаешь, что Он зовет и говорит, сын мой, дочь моя, ты нужен мне. Ты говоришь, вот я, я иду за тобой, я пойду за тобой. Апостол Павел не торговался с плотью и кровью. Лучшие годы Иисусу. Давайте скажем, лучшие годы Иисусу. Лучшие годы Иисусу. Я слышу, как некоторые из вас говорят, пастырь, я не такой уж молод. Посмотри на мой возраст. Ты считаешь, что я могу быть полезным? Можешь. Нет ни одного человека, который должен себя чувствовать, что он неполезный. Или что он не нужен уже. Или что возраст уже такой, что поздно начинать. У меня большая ревность по молодежи. Потому что, знаете, я так много раз видел это в жизни. И многие мои друзья, с которыми я рос, они выбирали устройство жизни. Они выбирали большие деньги. Выбирали в этом мире влияние, слава. Сейчас вот скоро, мне уже еще чуть-чуть и 50 лет. И мы все еще живем. Это так быстро. Пролетели годы жизни. Мне казалось, что мне всего там 20, чуть больше 20. Мне уже скоро 50. Господи, как быстро жизнь летит. Как быстро все мчится. И я общаюсь с некоторыми из них. У них уже дети повырастали. Они уже дедушками стали. Бабушками стали. Они смотрят на мою жизнь. Я смотрю на их жизнь. Я никогда ни за что не променял бы свою жизнь. На один день, на одну секунду их жизни. Не потому что я пытаюсь их унизить, говорю так. Но потому что, при всем том, что они имели там, не знаю, 25 лет, там, намного больше каких-то благ материальных. Жили в хороших условиях. Ездили на новых автомобилях. Путешествовали, отдыхали по всем странам мира. Я трудился Господу, отдавая все свои годы жизни. Не думая ничего об этом. Абсолютно все равно. Был бы кусочек хлеба, и до хлеба где-то голову склонить. И все. Я отдал мою всю юность Иисусу Христу. Отдал мои годы Иисусу Христу. И я самый счастливый человек в моей жизни. Я самый счастливый человек в нашем городе. И, возможно, на всей планете Земля. Потому что Иисус дал мне все. 7 лет назад, кто знает мою жизнь, я въехал в квартиру. И наслаждаюсь в этой квартире. 17 лет ходили по разным квартирам, арендовали, снимали. И что? Какая разница? Да, мы заплатили за эту цену. Цену жертвы. Цену посвящения. Но мы знаем, что такое, когда ты отдаешь лучшие годы Иисусу Христу. Молодежь, если вы здесь, что-нибудь скажите, закричите. Как-нибудь воскликните, если вы здесь. Аминь. Дивный Господь. Лучшие годы Иисусу. Моя дочь заканчивает школу через месяц. Три недели последних мы ведем с ней переговоры. У нее мечта быть врачом и поехать на миссию в Африку или в Индию. И она просит, папа, дай мне полгода, чтобы я не училась. Я говорю, что ты будешь делать? Я поеду в церковь. В любую церковь, где есть движение Божие. И я буду делать все, что нужно. Я буду мыть полы. Я буду просто служить. Если они мне дадут что-то покушать, я покушаю. Если не дадут, неважно. Я поеду там, где движение Божие. Я хочу слышать голос Божий в своей жизни. Я говорю, доча, ты выросла с нами в церкви. Тебе учиться надо. Папа, я все наверстаю. Папа, я хочу Богу отдать. Хотя бы полгода дай мне. Сейчас просит, дай мне год. Говорю, нет. Дай мне полгода. Я тебе буду рассказывать каждый день мои откровения. Я буду сидеть в Библии. Знаете, такая динамика, такая нагрузка на тех, кто учится в школе, выпускных классах. С утра до ночи они спят по шесть часов. Они читают, пишут рефераты. Готовятся экзамен, экзамен, экзамен. Все нужно, все нужно, все нужно. Дай мне. Я хочу это время отдать Иисусу. Я хочу служить бедным. Если там в церкви будут нужды, я хочу просто покрывать их. И мы же сказали, слава Богу. За то, что в своей неполной девятнадцать она ставит Бога на первое место. Прослава Господа наш. Он велик. Друзья, вера – это действие по откровению. Лучшее время суток. Почему наша школа пастырская с 7 утра? Потому что это лучшее время суток. Ты берешь кофе, немножко пьешь, просыпаешься. И первое, что ты слышишь, ты слышишь слово, которое просто входит в тебя, которое переворачивает тебя. И ты понимаешь, что в этом мире есть материальные видимые вещи, но есть духовные вещи, которые управляются. И духовный мир управляет материальным миром. И ты понимаешь, что Бог ждет от тебя, что ты не будешь пассивным, что ты будешь использовать свою веру и действовать по вере. Поэтому лучшее время суток. Раннее время мы отдаем Господу. Если вы только перед сном молитесь. Господи, благослови, день был хорош. Дай поспать. Аминь. Детей благослови. Нехорошо. Нехо-ро-шо. Друзья, еще пройдем, наверное, Ноя пройдем. Я пропущу Еноха. Давайте возьмем Ноя еще. Итак, Авель – это лучшая жертва. Если вы скажете, пастори, я имею веру, я спрошу вас, покажи мне, что ты жертвуешь. Ты что-то делаешь, выходя из себя. Ты где-то себя ломаешь или нет? Ты как-то вот сдвинул себя с центра. Я мне плохо, мне, я, она меня или он меня не понял. Ты как-то про себя забываешь, ты как-то, ты как-то себя распинаешь или нет? Ты берешь свой крест и ты идешь за Иисусом или нет? О, я верю, я верю, Господь меня исцелит. Что ты делаешь? Мы не зарабатываем исцеление. Но вера – это действие. Аминь. Еще Ноя возьмем. Верою Ной, получив откровение, седьмой стих, о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Друзья, два слова, что касается Ноя. Послушание и трудолюбие. Две характеристики. Еще можно третью добавить – благоговение, почтение к Богу. Смотрите, благоговея это сделал. 120 лет работал человек, строил то, чего никто до него не видел, не строил, все смеялись над ним. Крутили у виска, говорили, странный старикашка. По-разному люди сходят с ума, а этот так сходит. Но неплохой конструктор, неплохой, неплохой. Что-то получается вот такое интересное, вот такое, что это такое? Он говорит, это лодка, что такое лодка? Это ковчег, что такое ковчег? Вы не понимаете, не понимаем, а ты понимаешь? Нет. А что же ты делаешь? Мне Бог сказал. Ну, старикашка, ну делай, делай. Он говорит, в один день вода покроет землю. Ага, покроет землю. В Библии сказано, что тогда они ели, пили, женились, выходили замуж. И потом есть одно слово – и не думали. Характеристика нашего поколения. О, как классно сегодня, пастор, такой крутой фильм был, ты знаешь. Мы там, там, то, 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 то. А что завтра? Да, завтра будем думать, а завтра. И не думали. Очень многие люди совершенно ни о чем не думают. А что, о чем надо думать? Отчет? Какой отчет? Пред Богом? Да вы что? Забудьте пред Богом стать. Все нормально. Я же не один. Когда вместе, тогда веселей. Даже в аду веселей вместе говорят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так было перед потопом. И не думали. Ной был послушным. Трудяшка и благоговея приготовил ковчег. Друзья, если вы хотите благословенной судьбы, говорю всем сейчас. Никогда не поздно получить благословение. Вам надо эти три вещи иметь в себе. Это вера. Вот это вера. Вера. Послушание, трудолюбие и почтение. Это вера. Вера, когда ты трудишься. А я думаю, мне Бог просто даст. Нет, нет, нет. Подожди. Вера, когда ты трудишься. Ной был послушным, и Ной трудился. Когда Ной трудился, то Бог сказал, он повлиял на весь мир. Так написано, весь мир. Весь мир. Чем? Трудолюбием своим. Послушанием своим. И почтением к Богу. Аллилуйя. Я остановлюсь через пару минут. Я хочу сказать вам о трех вещах, без которых невозможно ничего получить от Господа. Можете какие-то капли благословения получить, но жить верою невозможно. Это три вещи, которые доктор Ли акцентирует внимание на домашних группах в своей церкви. Он говорит, когда человек приходит к Богу, он нововерующий, только что пришел. Мы три вещи говорим ему. Мы говорим ему, первое, что Слово Божие нужно читать, видя, как Бог благословляет, любит и меняет судьбы людей. Не просто, в старом завете столько крови было пролито. У-у-у, какой кровожадный Бог. У-у-у. То есть, взгляд правильный. Взгляд. Бог любит. Бог благословляет. Бог является светом, который хочет прийти во тьму и развеять эту тьму. Хочет изменить твои обстоятельства. Хочет благословить тебя. Хочет разрушить проклятие в твоей судьбе, в твоей жизни. Хочет вывести тебя из уныния, из депрессии. Вывести тебя из одиночества. Хочет протянуть свои руки к тебе. Вот так надо читать Слово Божие. Аминь. Можешь ли ты видеть это или нет? Давайте проставим нашего Бога. Аллилуйя. Это первое. Второе. Молитва. Молитва не ропот. Господи, мне снова плохо. Господи, ты ничего мне не дал. Господи, ты вот этого пастыря так благословляешь. Он вообще такой благословляет. Господи, а вот соседка моя. Молитва не ропот. Молитва – это выражение, возвращение Ему этих слов веры. Ты молишься верою. Ты молишься, смотря в будущее. Ты мечтаешь с Господом. Мечты – это язык веры. Это язык Духа Святого. Ты молишься, говоря о том, что ты видишь, что произойдет в твоей судьбе, в жизни твоей, в жизни твоей семьи, родных, близких, знакомых. Ты молишься, используя слово веры. Аминь. И третья вещь. Что ты говоришь? Доктор Ли говорит, мы обращаем внимание на лексику людей. Что они говорят? Ой, какой противный этот человек. Ой, какой день плохой сегодня. Снова погоды нет, солнца нет. Ой, эта зима уже достала. Ой, эти дороги не делают вообще. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Три вещи. Как ты читаешь слово. Как ты молишься. И что ты говоришь? Я видел многих христиан, которые обычные люди смотрят не верою, не глазами веры, смотрят глазами неверия, унылые, кислые, разочарованные, в отчаянии, все у них плохо, все время просят, помоги, ну помоги, ну мне не помогает так Господь. И я видел христиан, которые были людьми веры. Интересно, было всего два парня, два парня среди трех миллионов людей. Иисус Навин и Халев, они были людьми веры. Два миллиона, девятьсот девяносто девять тысяч, девятьсот девяносто восемь человек не могли смутить и повлиять этих двух парней. На них повлиять не могли. Они оставались в вере. Они говорили, мы возьмем, у нас получится, все у нас будет хорошо, Господь с нами, на нашей стороне, и поэтому мы пойдем в эту землю и мы возьмем ее во имя Господа Бога нашего. Аллилуйя! Давайте прославим нашего Господа. Аллилуйя! Друзья, я хочу молиться вместе с вами. Я хочу молиться о том, чтобы вера пришла в твое сердце. Вера не приходит просто так, знаешь, трак-бах откуда-то. Во-первых, написано, что Бог дает каждому меру веры. То есть в каждом из нас уже есть вера. Ее нужно высвободить. Как мы это делаем? Своей уверенностью в Боге. Вера есть. Уверенность невидима. Своей уверенностью в Боге. Знаете, еще очень важная мысль, которую я хочу сказать, потому что в жизни моей я видел, что такое действие по вере. Моя мама была больна. Она прочитала в Библии о том, что ранами Иисуса мы исцелились. Она поверила в это. Многие читают и говорят, ну если я исцелился, ну покажи мне, Господь, чтобы я был исцелен, тогда я уже буду исцелен. И потом обнаруживают, что болезнь все так же в их организме находится, и они не исцелены. Моя мама прочитала этот текст, и она сказала, если я исцелилась, значит я должна встать. А встать не могла, потому что позвоночник сдвинутый, нерв зажат. Она сказала, так я исцелилась, как я не могу встать? Она позвала на помощь людей. Они пришли, они подняли ее. Она сказала, я пойду на работу. Она идти не могла. Она сказала, я пойду на работу. превозмогая боль, она пошла на работу. На следующий день она сделала то же самое. Она продолжала это делать до тех пор, пока она не ходила, будучи полностью здоровой и исцеленной. Вера – это действие. Господь мне проговорил, сыной, вот то место, куда я хочу, чтобы Евангелие пришло. Я не сказал, хорошо, Господь, ну давай с небес, опусти Евангелие, давай что-нибудь сделай. Я встал после этого и сказал, я сделаю все, что я понимаю, все, что будет открываться мне на пути, чтобы в том городе была живая, растущая, динамичная церковь. И я продолжаю это делать до сегодняшнего дня. По-разному люди принимают. Они сказали, о, если это Бог, то Он сделает. И вот они сидят, ждут чудо с небес и умирают так, не дождавшись своего чуда. Вера – это действие. Вам надо поверить то, что говорит Слово Божие и действовать так, как оно говорит. Аминь. Давайте прославим нашего Господа. Аллилуйя. Прославление. Поднимитесь на сцену. Я хочу, чтобы мы взяли какое-то время для молитвы. Друзья, для меня очень важно, чтобы вы услышали еще одну мысль. Как только ты понимаешь, что Бог не является автором никакой болезни, что не Он посылает болезнь, что у Бога нет болезни, как только ты понимаешь, что всякая немощь и болезнь от дьявола, а Он открывает себя в Библии как исцелитель наш, как тот, кто взял наши болезни на себя, как тот, кто помогает нам, кто посылает силу, исцеляющую нам, как только ты понимаешь это, так реакция у тебя в организме другая. Хо! А я-то думал, меня Бог так смиряет, а я-то думал, это мне надо так всю жизнь, а я-то думал, это от Господа. Бог использует разные ситуации. Но Писание однозначно говорит о том, что Иисус Христос пришел, чтобы исцелить больных, и мы, дети Его, провозглашаем исцеляющую Божию силу во всякой ситуации, на всякого человека, во имя Иисуса Христа. Мы возлагаем руки, и сила Божия действует через эти руки. Халилуя! Субтитры создавал DimaTorzok, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова